всем привет друзья сегодня у меня необычный телефон первый раз такую фирму вижу это техно техно называется камон 11 с вот такой вот телефончик мне заслали причем в подарок подарили еще вот такой вот блокнотик подарили еще вот такой вот браслет как я понял они сотрудничают с клубом манчестер сити поэтому здесь логотип клуба есть да официальный партнер манчестер сити вот этот вот техно и они мне прислали короче вот такой вот телефон вроде как неплохой вроде как с тремя задними камерами с интересным дизайном современным и с неплохими характеристиками короче давайте я его сейчас открою вместе с вами посмотрим вообще что это за техно такой стоит ли его вообще рассматривать к покупке ну что погнали телефон как я понимаю с памятью 332 потому что здесь вот написано 32 плюс 3 ну и наверное есть возможность вставить флешку спереди кстати они сейчас все похожи сложно отличить один телефон от другого но вот сзади они конечно фантазируют разные градиенты делают разные крышки ну что мы здесь видим техно камон 11 с тройная а и камера это значит искусственный интеллект дисплей 6 2 дюйма hd плюс не full hd плюс селфи камера 16 мегапикселей тоже с искусственным интеллектом памяти 332 и android 9 пай очень легкий телефон так и что у нас здесь сзади вот такая вот золотая задняя крышка очень прикольно смотрится у а еще смотрите она еще с такой текстурой как рыбья кожа какая-то не ну прикольно сделали молодцы давайте сейчас еще включу телефон но он очень легкий такое чувство что вообще он полностью пластиковый и очень очень легкий тройная камера наверное здесь есть ширик а еще смотрите как она переливается задняя крышка как будто вот радуга есть сканер разъем для зарядки старый usb micro usb разъем для наушников динамик микрофон кнопки включения регулировки громкости ну и слева у нас лоток для sim card по рамкам что могу сказать по рамкам рамка нижняя самая большая довольно таки она широкая боковые рамки маленькие ну и верхняя рамка тоже маленькая присутствует капля сейчас пройду первоначальную настройку телефона давайте еще посмотрим что есть в комплекте ухты и наушники наушники такой же формы как earpods наушники проводные это у нас кабель usb micro usb и зарядный блок 5 вольт 2 ампера не быстрая зарядка но и не самая слабая в конверте еще имеется вот такой вот силиконовый чехол и защитная пленка на экран о а это что такое 12 месяцев гарантии плюс 1 то есть что 13 месяцев что ли ну и скрепка имеется также скрепка чтобы открыть лоток для sim card а лоток здесь 2 плюс 1 можно вставить 2 наносимки и micro sd флешку а еще только сейчас заметил посмотрите какая вспышка из четырех светодиодов должна быть очень мощная опачки телефон запустился что мы здесь видим мы видим здесь фирменную хайл с это у них собственная такая типа система есть называется хайл с версии 460 присутствует обновление по воздуху можно выбрать онлайн обновление сейчас он проверит прошивку но скорее всего ничего не найдет до обновлений нет сейчас установлена самая последняя прошивка работает телефон на android 9 очень удобно когда мы заходим в систему здесь сразу показаны все основные характеристики этого телефона батарея 3500 миллиампер разрешение экрана 1520 на 720 3 задних камеры 13 мегапикселей плюс 2 плюс 8 фронтальная камера 16 мегапикселей 32 гигабайта внутренней памяти 3 гигабайта оперативки и 2 гигагерца процессор умножить на 4 скорее всего 4 ядерный процессор сейчас я это проверю захожу в аиды 64 цепы и что я здесь вижу да действительно здесь четырех ядерный процессор это у нас helio a22 такой же процессор установлен в телефоне сяоми redmi 6а видео ускоритель power vr же 83 00 сканер отпечатков работает быстро я его уже настроил максимум можно зарегистрировать 5 отпечатков а также есть функция face unlock смотрю в экран и телефон разблокируется правда работает это не очень быстро видите все равно ему требуется время чтобы обнаружить мое лицо но работает это уже хорошо давайте протестируем телефон в antutu я думаю что он должен выдать где-то 1060 баллов ну короче да как я и говорил особой мощностью телефон тут не выделяется 63 тысячи баллов средний результат для 2019 года ну и пуп как же без пупга надо протестировать как идет идет нормально но на низких настройках графики смотрите он в каске с оружием в перчатках в белых быстренько берем его оружие забираем все самое нужное и идем в атаку вот он ну-ка я ползи сюда ползи сюда говорю в общем pubg идет идет нормально играть можно на низких настройках графики ну а теперь пришло время камер мне очень интересно какие камеры они сюда поставили а и камера сразу открывается hdr авто давайте выключим выключим авто вспышку так ну и вот как я понимаю переключение на ширик да это вот широкоугольная камера а еще одна камера используется для эффекта боке видео телефон снимает максимум full hd 30 кадров в секунду нету стабилизации фронталка тоже снимает видео full hd ну и давайте сейчас я сделаю пару примеров фотографий и примеры видео и покажу вам их пример записи видео с основной камеры full hd вот так снимает можно поставить паузу потом продолжить видео можно сделать фотографии во время записи видео есть цифровой зум восьмикратный неплохой вот так вот приближает но зато нет стабилизации и нет 60 fps но это пример записи видео с фронтальной камеры full hd фотографии неплохие причем телефон умеет делать настоящее боке а не фейковая как многие вот эти ноунеймы но теперь давайте проверим качество звучания здесь всего один динамик находится он на нижнем торце ставлю максимальную громкость и включаю музыку ну динамик достаточно такой средненький я бы не сказал что он прям суперский но звонок вы по-любому услышите если оценивать по пятибалльной системе то наверное на троечку удовлетворительный еще по поводу фишек здесь установлен bluetooth 5.0 но здесь нет nfc здесь нет влагозащиты потому что телефон бюджетный стоимость этого телефона 9999 рублей ну округляем получается ровно десятка за десятку мы получаем симпатичный телефон с тройной задней камерой с неплохой фронтальной камерой с батареей 3500 миллиампер кстати для такого дешевого телефона 3500 батарея это реально годно минусы какие у этого телефона наверное процессор потому что за 10000 хотелось бы немножко помощнее могли бы хотя бы поставить helio p22 не а 22 а p22 там уже все-таки 8 ядер там уже видео ускоритель помощнее ну и nfc хотелось бы еще чтобы здесь был nfc на этом все это было первое впечатление от телефона техна common 11 с всем спасибо за просмотр я оставлю ссылку где этот телефон можно приобрести всем удачи ставьте лайки подписывайтесь всем пока